Добрый вечер, приветствую вас в программе по русски с немецким акцентом. С нами сегодня гост в Москве, с которым мы много-много лет знакомы. Это бывший заместитель министра энергетики Российской Федерации, извиняюсь. И известный политик, оппозиционер и экономист Владимир Милов. Приветствую. Добрый день, рад у вас быть в гостях. Я очень рад, потому что мы долго уже прекращаем Владимира, все занято, занято, занято. И даже неудобно, что именно за счет коронавируса, можно так сказать, у тебя нашлось время. Помог вирус, да, помог. Хотелось бы другого повода, но что поделаешь, я сразу предупреждаю, мы записываем в четверг вечером по техническим причинам. И в это время это всегда важно говорить, что в пятницу может еще что-то случиться, выходим же только в субботу. Но сейчас четверг. Владимир, вы сейчас, я так понимаю, в домашнем карантине, как почти все москвичи, да? Да, причем на самом деле уже больше месяца. То есть мы, наша семья, в принципе, задолго вот себе этот режим самоизоляции назначила еще до того, как его официально объявили. Потому что мы понимали, в общем, серьезность эпидемии и следим за тем, что в мире делается. То есть где-то вот больше месяца так в целом сидим дома. И как это отражается? То есть это тяжело после месяца? Ну, конечно, это тяжело, потому что все-таки мы такие современные, еще не старые, активные люди. У нас куча дел. И это, конечно, очень сдерживает вот это вот нахождение в ограниченном пространстве. Но, с другой стороны, я помню, знаете, я помню поздний Советский Союз, когда ходить-то можно было везде, но в магазинах ничего не было, интернета не было. А сейчас наоборот. Да, сейчас, конечно, в этом смысле совсем другая ситуация. Ну, понятно, что ты сдержан в передвижениях, но, с другой стороны, интернет дает возможность контактировать со всем миром. Можно по доставке заказать вообще все, чего хочешь, да? Поэтому, в принципе, это, конечно, сильно скрашивает ситуацию. Но все-таки хочется покидать квартиру. Я правильно вижу, что это вне пределы квартир, да, сейчас? Или где ты находишься? Я на балконе. Чисто юридически я в пределах своей квартиры. Я нахожусь на балконе. Кстати, вот если видите, у меня такую красивую церковь отражается внизу в окне. Это церковь, где это храм, где венчались родители Льва Толстого. Храм Петра и Павла в Ясеневе. Такая историческая, очень красивая церковь. Это в Ясеневе, где я живу. Так что это все из дома моего. И как сейчас, как поведение властей? Мне очень бросается в глаза, что Владимира Владимировича очень мало видят. И видно было, если сравнить с другими деятелями. Но наша Меркель тоже не так часто, но чаще. Но, например, в Австрии Курц там чуть ли не каждый день выступает. Почему? Куда делся? Ну, Путину прежде всего нечего сказать. То есть, все от него ждут масштабной массированной помощи, а именно финансовой. Сейчас идет огромное падение доходов. Например, вот только что в начале апреля был опрос высшей школы экономики. Больше трех тысяч респондентов. И 70% сказали, что у них снизились доходы. Вот сначала этой вот самоизоляции обязательной. А 24% сказали, что доходы полностью потеряли. Это просто огромный масштаб. Мы еще статистики пока не видим, еще рано. Но вот некоторые признаки позволяют говорить, что надвигается реальная экономическая катастрофа. И все ждут от Путина, что он вот эти накопленные огромные резервы государственные, наконец, выделит на помощь стране. Экономике, гражданам там и так далее. Но он вот что-то там типа выступает раз в неделю. И все от него ждут, что наконец он даст денег. Но денег он категорически не дает. Он только вот отдельно озвучивает меры. Там в режиме 5 рублей туда, 5 рублей сюда. Но масштаб это совершенно не тот, как у вас в Германии или в других развитых странах. Настолько люди это знают. У нас в Германии даже журналисты, там мелкие предприниматели, там актеры, все они там могли получить 9 тысяч сразу. И в многих землях федеральных еще плюс 5 тысяч, 14 тысяч евро. Это в рублях сколько? 100 тысяч, оно больше, значительно. Это люди знают у вас, что тут так? Да, ну конечно не все, но сейчас вот, например, вы знаете, что мы ведем свои эфиры на канале Навальный Лайф. Я их смотрю, да. На моем там, например, да. У нас прям резко выросли просмотры, то есть многомиллионная аудитория. Вот в марте было 6 миллионов уникальных пользователей у Навальный Лайф. Конечно, не все люди в стране знают, но вообще вот эта тема очень сильно расползается по России. Что в других странах помогают, а у нас нет. И очень важно, что вот все в России, это было еще до коронавируса ясно, вот, например, когда мы ввели избирательную кампанию в прошлом году. Вся Россия знает, что у правительства очень много денег. Вот это вот уже можно говорить о всем населении, да. То есть здесь нет иллюзии, нет такого, как в 90-е, когда бюджет был нищий, да. То есть все сейчас знают, что у властей очень много денег, и все ждут только одного. Когда, наконец, эти деньги начнут работать на население и работать на страну? То, что это не происходит, я думаю, это очень сильный удар по репутации Путина наносит. И много ошибок. Я сейчас видел эти кадры, что в Москве в метро огромные очереди заставали. И именно то делали, что самое страшное с точки зрения эпидемиологии, что скопление людей, как это воспринимается? То есть это же тоже не обязательно поднимет уважение к власти такое-то. Об этом же говорят ли? Да, вы знаете, ну вот это классический принцип работы советской бюрократии, которая, к сожалению, вот наша действующая власть унаследовала, и все это никак не меняется. То есть они не думают о том, вот как решить проблему, да. Они действуют какими-то отдельными механизмами, и всех заставляют, в общем, вот эти вот отдельные решения исполнять, при этом в итоге получается хуже. Это далеко не единичная история, потому что мы видели в регионах очень много новостей, когда вводят вот эти обязательные пропуска. Часто они не электронные, не цифровые, а физические. Их надо приходить получать. И вот когда люди приходят их получать, там просто огромные совершенно скапливаются толпы. Со всей страны вот такие фотографии и видео можно смотреть. Или, например, рабочих на предприятиях сгоняют на самобработку и тестирование. Они все стоят вот вместе в огромной толпе. Это прямо вот видно, да. Вот, поэтому, к сожалению, вот неэффективность этой бюрократии, которая не настроена на конечный эффективный результат, которая не отнесет ответственности перед людьми, ну вот она в такие острые моменты проявляется, наверное, наиболее сильно. Я все-таки 16 лет шил в России, там убедился, что, как Сальтиков Шитрин говорил, что строгость русских законов компенсируется необязательностью их соблюдения. Но сейчас мне многие говорят, что по-другому, потому что штрафы такие высокие, что настолько строго, настолько эта старая истина Сальтикова Шитрина сейчас действительно. Да, есть такое. Вот в Москве только сейчас вводят эти вот так называемые обязательные электронные пропуска, а в других регионах их ввели некоторое время назад. И вот что мне рассказывать, я очень много с людьми из регионов этих общаюсь, они говорят, что в принципе, то есть люди просто по совести там, вот по тому, что они законопослушное поведение такое исповедуют, они эти пропуска получают, но в принципе на улице полиции мало в регионах, да. И никто не инфорсит эти правила. То есть как бы вы можете в принципе их и не получать, да. Поэтому действительно такой элемент есть. Но они чем борются с этим? Они борются с этим запугиванием. То есть вот эти штрафы, это скорее про запугивание, чтобы люди боялись не исполнять эти правила, потому что у них нет механизмов, как реально заставить всех дома сидеть. Поэтому они вот оперируют такими огромными цифрами штрафов, показательно их кому-то выписывают. Вот много показательных случаев, там, задержаний на улице, там и так далее. Просто скорее вот тактика в том, чтобы людей напугать, но система вот массового law enforcement, да, когда вы действительно можете в состоянии обеспечить исполнение этих ограничений, это все, конечно, не работает. Я все-таки себе представляю общество, особенно российское, как такой, не сковородка, а емкость, которая как бы на окне, и всегда вопрос, сколько дыма набирается. И наберется достаточно дыма, чтобы взорвалась эта кастрюля, да. И мне кажется, что нынешняя ситуация, она все-таки очень много дыма туда прибавляет. Потому что это люди не любят сидеть дома, люди, это когда там едешь в Италию, когда там вечером на тусовку ты меньше подумаешь о политике, и там ну их всех, и все. А когда вынужден сидишь дома, да, то есть все-таки, на мой взгляд, это может добавить недовольство власти, или я оживаю с этим? Все правильно, хотя, на мой взгляд, самое главное, то вот именно фактор, который вызывает недовольство, это не то, что людей заставляют сидеть дома. Опять же, вот если посмотреть на социологические опросы, вот я просто сошлюсь на опрос социологической службы высшей школы экономики, тот же самый, он показывает, что так или иначе 75 примерно процентов опрошенных поддерживают ограничения. Кто-то хочет чуть более жестких, кто-то хочет чуть более мягких, но все понимают серьезность этой эпидемии. В основном люди недовольны из-за двух вещей. Из-за того, что власть не помогает экономически в условиях резкого падения доходов, и просто очевидно предоставляет россиян самих себе, потому что Путин объявил как бы нерабочий месяц, но на самом деле все понимают, что работодателям очень трудно это выдержать. Откуда они деньги будут брать, чтобы зарплату платить, да? И всех поставили в такую развилку непонятную, да? То есть как бы и люди не знают, что там их многих отправляют в неоплачиваемый отпуск, угрожают увольнением, но все же при этом понимают, что у работодателей и правда денег нет. Где деньги взять, Путин не сказал. И второе, то, что вызывает раздражение, это, конечно, вот эти неадекватные бюрократические действия, да? То есть если бы власть действовала умно, ну, например, вот не создавала эти огромные очереди по дурацким поводам, да? И, скажем, не занималась бы запугиванием вот с этими вот огромными штрафами, да? А лучше бы работала по выявлению реально зараженных. То есть вот что опыт Германии нам говорит, и вот я не знаю, может вы прокомментируете это, что там очень агрессивно выявляли зараженных и всех, кто с ними контактировал, и таким образом минимизировали дальнейшие распространения этого вируса, да? Вот. А в России этого не делается, но всем посылают такой сигнал, вот сунетесь из дома, мы вас оштрафуем на какие-то невероятные огромные десятки сотен тысяч рублей. То есть запугивание, страх, неэффективность бюрократии, вот это все раздражает страшно. Как таковые ограничения люди в целом принимают. То есть вот я вот, например, в Москве много народа на улице не вижу. Все в основном так или иначе сидят дома. Это интересно. Насчет Германии, тут в Берлине, например, тут тоже совок. Тут я слышал именно таких же историй. То есть тут это частично очень плохо работает. Я всегда говорю, Берлин, там коммунизм до сих пор чувствуется. В других землях, которые без коммунизма прошлись или его опередили, там по-другому это надо сказать. И у нас очень сильно чувствуется этот федерализм, что в каждой федеральной земле, иногда в каждом районе по-другому происходит. Это имеет преимущество, это имеет отрицательные черты. Это отдельная тема. Не будем в это вдаваться. Как можно себе это сейчас представить? Какой-то маленький предприниматель, у него свой киоск, или какая-то официантка, которая из провинции тут снимает квартиру, живет только за счет зарплаты. Как эти люди, они что-то получают от государства, или как они живут сейчас? Никак не получают. В основном, то, что обещало государство сейчас, это всякие отсрочки платежей по налогам и прочему, отмена штрафов за коммунальные платежи и так далее. То есть это то, что вы должны были бы платить сильно потом. Вот на текущий денежный баланс граждан, малых предпринимателей. Все эти решения практически не влияют. И вот у меня сейчас весь ящик с личными сообщениями, поскольку я веду передачи об экономике, популярной в Ютьюбе, у меня прям весь ящик забит этими душераздирающими историями, когда людей отправили... Ну, те, кто на фрилансе работает, просто потеряли доходы вообще. Те, кто работал на какой-то постоянной работе, где-то примерно 30-40% либо отправили в неоплачиваемый отпуск, либо просто уволили. Уже увольнения достаточно активно начались. Остальные сильно им урезали зарплату и так далее. И вот люди сидят и говорят, вот у меня там 15 тысяч подходит к концу месяца апреля платеж за кредит, вот мне надо за аренду квартиры платить. Я просто не знаю, подскажите, что мне делать и где мне эти деньги взять. Вот, поэтому просто миллионы столкнулись с такой проблемой. Например, Алексей Захаров, основатель сайта Superjob.ru, это крупнейший сайт по поиску работы в России, он сказал, что если до лета продлятся ограничения, то примерно 20-25 миллионов человек могут потерять работу. Я вот глядя на масштаб происходящего, думаю, что это вполне реалистичная, может быть, даже заниженная цифра. Вот, поэтому это катастрофическая ситуация. Такого не было с конца 80-х годов, вот такого масштаба кризиса. Это как в 17-й год уже тогда? Возможно, да, возможно, да. То есть, вот еще раз, глядя на масштаб ситуации, просто я помню там конец 80-х, начало 90-х, возможно, оно вот так плохо, может быть, как будет в ближайшие недели, может и не было давно, да. Как это политически может отразиться? Вы же и даже митинговать не можете сейчас, да? То есть, люди все равно разобщены. Мы митинговать не можем, но в России, вы знаете, как история строится, да, что в обществе накапливается недовольство, оно накапливается долго, но потом оно прорывается все и сразу. Это этот пар, про который я говорил в кастрюле. То есть, у нас люди терпят, терпят долго, предпочитают адаптироваться как бы до последнего, но потом бац, и все взрывается. Вот когда уже терпеть оказывается невозможно. Так строится российская история. Я уверен, так будет в этот раз. Тут для Путина проблема в том, что он вошел в этот кризис уже очень сильно потрепанным. У него упали рейтинги из-за повышения пенсионного возраста, из-за того, что он ничего не может сделать с экономикой. Уже шесть лет подряд было падение и стагнация доходов. Ну и тут вот такая вот история. Я думаю, что он выйдет из этого кризиса политически очень ослабленным. Когда-то обязательно будет восстановлена возможность и митинги проводить, и вести полноценную политическую деятельность. Вот тогда ему реально придется плохо, и ему люди все это припомнят. И это же именно у Горбачева, если помним. Там первый такой момент был Чернобыль, который как бы подорвал советскую власть, потому что врали много. А потом экономические проблемы, когда просто у вас были самые эротические магазины в мире, потому что все прилавки были голые. И когда людям кушать, ничего было. Тогда эта любовь народная, она перешла на ненависть. И у Ельцина то же самое. Когда потом реформы, и люди стали бедно жить, тоже это изначально большая любовь, она перешла на ненависть. И мне казалось уже до вируса, что Путин потихоньку приближается именно к такому процессу, что это так потихоньку начинается, этот переход любви многих к такой ненависти. И тогда этот кризис, он может быть ускорителем, катализатором именно этих процессов, потому что они же сейчас все видят, даже те, кто его любит, что он там сидит и денег не дает. То есть он же сам разрушает сейчас этот облик, который он застал, когда ему приживают СМИ, пропаганда. И это же катастрофа может быть для него. Совершенно точно. Если вы просто промониторите вот то, что сейчас говорят люди о Путине везде в интернете, ничего хорошего найти уже невозможно. То есть вот это вот такое, что у нас есть президент великий, который нас спасет. Все, это ушло. То есть теперь отзывы о нем можно услышать только плохие. Кстати, посмотрите, вот буквально там вчера или позавчера вышел Левады, свежий опрос об отношении к Путину. Оно, конечно, на исторических минимумах. И у них какой-то заголовок даже в их публикации был такой, что сдержанно нейтрально с недоверием относится к нему население. Поэтому как только ограничения будут сняты и вернется общественно-политическая деятельность, я думаю, что это для Путина может означать серьезную политическую бурю. И да, вы правы. Вот он больше всего напоминает сейчас Горбачева. Потому что я помню очень хорошо это время, когда от Горбачева в тяжелой ситуации ждали решительных мер, а он продолжал, грубо говоря, болтать с утра до вечера и ничего не делал. И прям вот зрел такой гнев и адское недовольство, которое очень быстро прорвалось вот в этих всех огромных митингах. Там же митинги же тоже не сразу. Сначала еда пропала, да? Но митинги еще пока были немногочисленные в Лужниках. А вот потом они уже стали реально большие и все это дело снесли. Вот Путин, мне кажется, очень напоминает траекторию Горбачева, особенно своей нерешительностью вот в ответе на эти очень серьезные вызовы. Мы оба за Путиным уже давно следим. И одно большое отличие Горбачеву, это то, что он также сомневается, он нерешительный в воспринятии решения, но иногда он может очень сильно потом все-таки изменить свою позицию и может еще поправить. То есть у него есть какие-то признаки, что все-таки он это поймет и послезавтра скажет, ой, я смотрел сейчас немецкую программу, все-таки я сейчас открою свой глад, который там есть, все-таки денежные потоки пущу или это очень маловоятно? Ну, смотрите, тут проблема в том, что он создал систему управления экономикой, которая, скорее всего, любые такие меры, даже если он что-то пообещает, она будет саботировать. Это вот очень ярко видно, например, когда он выступил первый раз 25 марта, он пообещал там немного, но одну вещь он пообещал очень хорошую. Это полугодовые кредитные каникулы всем гражданам и индивидуальным предпринимателям. И это было вот без всяких экивоков, это было прямо сказано четко. Полгода кредитные каникулы гражданам и индивидуальным предпринимателям. И что вы думаете? Центральный банк, когда довел это до конкретной имплементации, он настолько жесткие ограничения ввел, что фактически этих каникул никто не может сегодня получить. И глава ЦБ Набиуллина лично выступает и говорит, я против того, чтобы раздавать деньги населению. Министр экономики Решетников говорит, что напрямую помогать деньгами малому бизнесу это слишком дорого. Поэтому вот у него сейчас, даже если, допустим, представить, что он решит вдруг все эти свои дорогие ему, его сердцу резервы отдать населению, я думаю, что его собственное правительство все это отсаботирует. Это раз. И второе, скорее всего, не решит, потому что два, это он без этих резервов политически не весит ничего. Вся его ценность в глазах российского эстеблишмента, корпорации, губернаторов, федерального чиновничества, в том, что у него есть вот эти деньги, которыми он распоряжается. Представьте, если они исчезнут, то чего он тогда будет политически стоить? Это он будет голый король, голый царь тогда, так сказать. Да, и он будет голый и на международной арене. Потому что, Борис, вот почитайте любые отчеты каких-то аналитиков и инвестбанков о российской экономике. Там прям везде написано, что в российской экономике прям все очень плохо, но у них есть большие резервы, и это вот главный фактор, который позволяет там смотреть хотя бы с сдержанным оптимизмом на все. А теперь представьте, вот эти резервы, их не будет. И все. Оказывается, что это не просто король голый, а страна просто в очень тяжелом положении, без всякого выхода. Поэтому я думаю, что он будет их беречь до последнего, так реалистично говоря. Ну и вся система сейчас государственная настроена на оборону этих финансовых резервов, чтобы, не дай бог, они не достались нам, россиянам. Но это так звучит, что прямо можно пожалеть бедного Владимира Владимировича, потому что у него выбора вообще нет. И одно решение отчаянное, и другое решение отчаянное. Причем я раньше это недооценивал, но я думаю, у него политический нюх все-таки очень хороший. Может, он не развивался, и мне кажется, что все-таки он это, в чем-то он это чует все-таки, наверное. А выхода тогда вообще никакого нет? Что он может делать? Здесь вопрос, насколько он адекватно вообще ситуацию оценивает, потому что он же читает то, что ему приносят в репортах. Это большая проблема. Я думаю, что он последний раз, вот как мы с коллегами тут обсуждаем, он, наверное, последний раз, когда он общался с реальными россиянами о реальных проблемах, это было там лет 15 назад. Да, то все актеры как раз на ваших передачах с Навальным. Да-да-да, переодетые ФСОшники только к нему выходят. Поэтому он, скорее всего, видимо, он еще осторожничает, потому что он не понимает до конца полную серьезность ситуации. Но, смотрите, у него выбор-то простой. По сути, если он сейчас развернется лицом к народу, это значит, что ему надо будет разрушить основы той системы, которую он создавал все 20 лет. Это система для очень узкого круга людей, где население, в общем, является такой дойной коровой, и не более того. А здесь ему придется эту систему разобрать, и откуда дальше Чемезов или Сечин будут субсидии-то получать, если Фонда национального благосостояния больше не будет. И все это отдать людям. И люди будут сами решать, у кого покупать товары, покупать медицинские маски у Чемезова, или, может быть, купить импортные. Это люди уже будут решать. Поэтому я думаю, что выбор взять и разобрать всю ту систему, которую он создал в 20 лет, для него это неприемлемый выбор, поэтому он будет сопротивляться до последнего. Ну, это тогда звучит, как будто вопрос, вопрос, что эта ситуация развалит эту систему, это только вопрос времени. Ну да, это, в принципе, может и 5 лет, но, в принципе, она не может нормально выйти из этого. Не может. Тем более, что в любом случае, вот что бы ни было с финансовыми резервами, из-за санкций, которые были введены в результате нападения на Украину 6 лет назад, а Россия отрезана от международных финансовых рынков. Она не может занимать. Вот все правительства, когда сейчас объявляют помощь, что Меркель, что Макрон, что Трамп, они все говорят, мы выйдем на долговой рынок и займем столько, сколько надо, чтобы спасти экономику. А Россия из-за санкций и агрессии против Украины не может выйти на долговой рынок. Это значит что? Что даже если мы этот кризис условно как-то пройдем, без каких-то сильно катастрофических потерь, то восстановление потом будет осложнено, потому что денег взять будет реально неоткуда. И заимствовать на внешнем рынке мы их не сможем. Поэтому выбираться из этой ямы вообще непонятно как. Это, наверное, главная проблема сейчас на будущее. Поэтому я думаю, что да, эта ситуация ведет к политическим изменениям. Наконец вот этот момент, возможно, наступает. И как только карантин будет ослабляться, ждите усиления политической и протестной активности в России. Последний вопрос. Путин до последнего тянулся своим референдумом. То есть когда уже, в принципе, было видно, что эпидемиологическая ситуация это не позволяет. Он все равно еще хотел отстаивать. Потом ему пришлось сдаваться. И после всего, что мы сейчас говорили, у меня такое впечатление сложилось, что этот референдум не такой уж простой будет. Я понимаю, что там 10% можно административным ресурсом, даже, может, 20%, но как-то это все не звучит, что народные массы, как только снимают карантин, и, может, миллионы безработных спешат на избирательные участки, чтобы именно подтвердить Владимира Владимировича. Какой прогноз насчет этого? Да, сейчас ситуация с этим референдумом категорически неопределенная. Но, во-первых, все-таки они избрали такой механизм его проведения, что там невозможно проконтролировать результаты. То есть это не будет голосование по обычным правилам. А это будет какое-то голосование электронное, надомное, в торговых центрах, без участковых комиссий, в привычном понимании. Поэтому они нам нарисуют, что хотят. Но, конечно же, ситуация сейчас с этим очень сложная. Плюс там что произошло? Что было видно по социологическим опросам, что как только он объявил, что, по сути, готов на бессрочное правление, и вот так называемое обнуление президентских сроков, это резко сдвинуло общественное мнение в негативную сторону. То есть когда там обсуждали просто конституцию, какой-то госсовет, индексацию пенсий, то в целом отношение было как бы, ну, благожелательное такое. Пусть делают, что хотят, лишь бы там было про индексацию пенсий записано. Вот. А как только это все стало ясно, что это просто про бессрочное правление Путина, даже много людей, которые его сторонники, сдвинули свое мнение в негативную сторону, плюс теперь вот этот кризис. Поэтому, конечно, когда это все закончится, если они будут продолжать с идеей проводить этот референдум, для них он будет, я думаю, гораздо более сложный, чем вот рассчитывали в апреле. Спасибо огромное. Мы думаем, у нас ситуация трудная, у Путина тоже она нелегкая. Очень рад был, что сегодня мог побеседовать с Владимиром Миловым, бывшим заместителем министра энергетики и ныне оппозиционером и политическим деятелем. Спасибо огромное. До свидания, Владимир. Спасибо большое. Спасибо, до встречи. И спасибо большое вам, дорогие зрители, что несмотря на эти сложные времена, вы остаетесь с нами, смотрите нас снова в следующую субботу в 20 часов на телеканале Ост-Вест или если пропустили на сайтах каналов интернета, которые вы вот сейчас вот увидите. До свидания, до побачения. Нахвамдис, ларивидере. Auf Wiedersehen.